Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Горасимович, военный эксперт, генерал, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, а также основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко вместе с нами. Игорь Александрович, здравствуйте. 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 Атака, сочетание, скорее всего, было ракетное, нанесение воздушного удара с использованием как баллистических, наиболее сложных для уничтожения расчетами противоракетной обороны. И это связано с тем, что у нас небольшое количество батарей, такие как «Патриот» и «Самти», которые имеют возможности противоракетные. Поэтому в баллистике у нас есть такого рода проблема. Крылатые ракеты на каком-то периоде достаточно легко уничтожались, однако они не стоят на месте. И мы с вами мельком говорили об этом, что модернизируется. То есть они пытаются преодолевать ситуацию, когда по ним действуют наши противоракеты с инфракрасными головками самонаведения. Пускают на конечном этапе соответствующие ловушки. Они ставят устройства непосредственно ракеты, которые ставят помехи нашим противоракетам, их радиолокационным головкам самонаведения. С точки зрения радиолокационным, это значит устройство прямо на самих ракетах. Кроме того, они ставят более совершенствованные приборы определения высоты во время полета. И обеспечивают движение по маршруту с огибаемым рельефом местности. А это позволяет, в свою очередь, им действовать на малых и предельно малых высотах. Если это происходит, то их очень сложно обнаруживать, сопровождать и потом уничтожать. То есть они работают над повышением эффективности применения. Потому что ракеты крылатые, высокая вероятность была их уничтожения, но они совершенствуют. Поэтому используют такие приемы и технические, и тактические, что позволяет преодолевать нашу систему противоракетную и противовоздушную оборону. Потому что крылатые ракеты, мы знаем, могут уничтожать и наши истребители. Причем не только там F-16, а и старые советские истребители могут уничтожать зенитно-ракетные, зенитно-артиллерийские комплексы. Поэтому здесь они уже от массированного удара, который пережили мы 26-го. И с опытом применения большого количества ракет Ахмадета, когда там было, 8-го что ли? 8-го июля. Да, 8-го. Там крылатые ракеты, но уже модернизированные были, они достигали. К сожалению, видите, прорывали систему противоракетной и противовоздушной обороны. Наша страна, в свою очередь, усовершенствуется. Союзники говорят, у нас команда большая работает в Штатах по этому поводу, что как бы дают новые средства. Ну, хотелось бы, чтобы, может быть, это закрытая информация, пока не рассказывают, потому что усложнились эти процессы. Но средств нам, конечно, не хватает. И важно то, чтобы обеспечивалось этими ракетами уже хотя бы на те средства, которые есть. То есть антиракеты наши для наших зенитных ракетных комплексов, ну а также снаряды для зенитно-артиллерийских средств, которые работают по средствам воздушного нападения противника. Игорь Александрович, кроме Киева, в последние дни Россия активно атаковала ракетами и Харьков, и Суммы, и Кривой Рог, другие города и другие населенные пункты. Здесь, надо сказать, мы тоже обсуждали с вами этот момент, просто так решить вопрос, вот дадут там батареи «Патриот». Ну, мы тогда обсуждали создание системы противовоздушной и противоракетной обороны вокруг Харькова. Он обстреливается, тяжелый регион, но опасность из-за того, что близко к границе, близко к району боевых действий. Но решить просто, что вот дали дополнительно две батареи, они там решат эти вопросы, если установить рядом или вокруг Харькова, так не получится. Надо создавать именно систему, вот близкую к тому, как есть над Киевом, а для этого нужны средства. Вот еще в чем вопрос, то есть создавать вот такую же систему. То есть она должна обеспечить, во-первых, невозможность работы их беспилотных аппаратов, разведчиков. То есть поскольку там небольшое расстояние, то, конечно, для них дешево и сердито. Беспилотный разведчик обнаруживает цели, и они наводятся из земли, просто обстреливают сразу же, и времени небольшое проходит. Поэтому там надо системно подходить к этому. Удастся ли новому исполняющему обязанности генерала Кривоножка решать эти задачи? Он опытный командующий, он командовал до этого воздушным командованием центр, по территориям самый большой, значит, накрывает выполнение задач этим командованием. Ну и у него опыт управленческий большой, непосредственно, потому что мы же видим, что Киев, регионы меняются, где-то добавляют, а Киев они вообще как бы никогда фактически не забывают противника. И поэтому работает и Киевская зенита ракетная бригада, и командование Цент работает, значит, и области, и другие территории, которые входят для выполнения боевых задач этим поведенным командованием. Поэтому опыт у него есть, переходные процессы в руководстве, они, конечно, всегда болезненные, потому что так или иначе надо наладить взаимодействие в новой команде, с которым работать, а времени на это нет. То есть это тяжелая такая управленческая ситуация, вот, ну, чтобы у противника были возможности каждый раз проводить такие удары, как 26-го, конечно же, нет, но если они время накапливают и периодически могут это делать. А с точки зрения управленческой это очень тяжелое, я вот пояснял, где могу, у кого есть там телевизоры, экран, большой экран, на который просто паутина маршрутов, надо представить, как они работают. Это маршрутов, во-первых, противника, во-вторых, наших средств, тех же наших истребителей, вот, и здесь надо принять решение, ну, автоматика, насколько возможно, помогает, но когда такое количество, когда, значит, там, помехи, это очень сложно. И вот во всей этой паутине надо правильно распределить, что отдать на уничтожение авиации, что уничтожать зенитно-ракетными, артиллерийскими комплексами, где стоят задачи мобильный групп, а также подразделения радиоэлектронной борьбы по воздушным целям. Это очень напряженная работа этих расчетов, которые там, то есть, казалось бы, вот штурмовики в окопах, ну, там непосредственно смерть, взаимное там уничтожение и все остальное, большое напряжение. Конечно, и мне кажется, что это наиболее тяжелый все-таки там, но здесь, по тому, как происходит, я вам хочу еще раз сказать, может быть, говорил о том, что люди просто теряют сознание. Напряжение такого, происходит инсульти, то есть, из этих, а, как правило, это в подземелье, с, значит, малым присутствием кислорода и воздуха, и, то есть, тяжелый температурный режим везде, все-все по совокупности, то есть, расчеты, кто-то падает, значит, его новых заводят, и вот в такой обстановке этим расчетам приходится выполнять задачи. Это тяжелая позиция новому командующему, то есть, исполняющему обязанности командующему, вот, заходите, и никто же не говорит, сколько времени. То есть, раньше давалось время, там, дни, ну, недели. Я для того, чтобы ускорять, например, когда бригаду киевскую принимал, там, ночевал прямо на командном пункте трое суток, пока не сладился с расчетом. Так, я же понимал, что, по мне, никто и по нам не стреляет в это время и так далее, а здесь все равно продолжение выполнения задачи. Поэтому тяжелые задачи ее осваивают, вот, под новым руководством временно это будет или переназначат, жизнь покажет, но надо быть эффективным. И потому, как этой ночью работали, судя по тому, что эффективность достаточно большая, с учетом особенно того, что большая доля была баллистичных ракет, по которым у нас малые возможности. Игорь Александрович, давайте также с вами обсудим и проанализируем ситуацию, которая складывается на разных направлениях, на разных участках фронта российско-украинской войны. На Покровском направлении основные бои сейчас идут на южном фланге. Во-первых, за Галлициновку российские войска, судя по сообщениям, как российских, так и украинских военных пабликов контролируют большую часть поселка, который прикрывал с юга уже потерянную Карловку, крупный украинский район. Он к западу от Авдеевки с опорой на водохранилище, теперь он перешел в руки россиян. Галлициновка, согласно карте Дипстейт, под контролем Украины только на юге, остальная территория либо под Россией, либо в серой зоне. Целью этих боев, как пишут российские паблики, является вытеснение ВСУ из еще одного давно удерживаемого укрепрайона. В Невельском этот выступ последняя, ближайшая к Донецку, крупная территория контролируемая Украиной. Как вы оцениваете происходящее на Покровском направлении? Ранее главком Сырский заявил, что на этом участке фронта достаточно сложная ситуация. По направлению главного удара врага ситуация сложная, но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедления, несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения людей, благодаря нашим воинам несет ощутимые потери, сказал Сырский. Да, это, конечно, все имеет место, но принципиальный вопрос по оценке ситуации, во-первых, заключается в том, что ситуация для нас не улучшается, она усугубляется, потому что там последние укрепрайоны, элементы такого укрепрайона, который еще формировался с 2014 года, противник захватывает, все-таки продвигается вперед. Для этого Силы обороны Украины пытаются, руководство, находить какие-то резервы и приходится снимать с других участков фронта. Это говорит о том, что резервов как таковых новых, к сожалению, нет. Вот это тоже подчеркивает сложность ситуации. И здесь, с точки зрения военной, тоже об этом говорю неоднократно, значит, возможности, которые едут до текущих моментов, это не перспективные, вот дадут нам, скажем, союзники больше оружия и боеприпасов, или вот быстро реализуется, значит, закон по мобилизации, появится, но все это на будущность. А то, о чем мы говорим сейчас с вами, это происходит сейчас. Сейчас надо на это влиять. И поэтому возможность, на мой взгляд, такая, связана с тем, что надо всеми имеющимися средствами поражения, в силах обороны Украины, подчеркиваю это, в частности, беспилотными ударными аппаратами, которые есть в Главном управлении разведки, в СБУ, вообще в структурах или составляющих сил обороны Украины, надо сейчас сосредотачиваться и помогать сокопутатным войскам, Покров, Старец и так далее. Мы видим, как, значит, уже за прошедшую ночь было по 16, по-моему, областям России нанесены эти удары. То есть, это вот ответ по-своему на тот массивный удар, который был 26 числа, понятно. Это тоже им надо понимать, Путин воспринимает только силу, на это надо отвечать и так далее. Но с точки зрения текущей ситуации, особенно на Восточном фронте, надо часть этих сил, разведки, СБУ, других составляющих, национальных, будь каких, использовать для того, чтобы поражать противника на наиболее тяжелых наших участках, таких как Покровск и Торецк, поскольку после Покровска там заканчиваются подготовленные у нас районы, и остаются поля и посадки. И больше полей, чем посадок. Еще посадки как-то можно оборонять и закрепляться. В связи с этим, я не буду там за врагов, они рисуют и на Днепр, и на агломерацию славянск-раматорс, и планы как бы у них. А здесь надо вот на текущий момент достаточно непростое решение. Понятно, что мы там видим воздействие на новые объекты российские военные, это важно и в Крыму, но сейчас надо сосредотачиваться, это реализация объективного законноведения войны на главном, главном и наиболее тяжелом, это сейчас Восточный фронт, значит, Торецк, Покровск, уже Угледар они подключают, Кураковы и так далее. Относительно Карловки, командование оперативно-тактической группы Донецка обвинило в потере Карловки на Покровском направлении бойцов и комбата 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады вооруженных сил Украины, об этом рассказали телеграм-каналу Дипстейт, солдаты, офицеры батальона. По их словам, подразделение не смогло удержать оборону, поскольку россияне зашли в тыл и окружили бойцов украинской армии, военные рассказали, что 13 июня батальон переместили в Карловку. 22 августа россияне начали массированный штурм, и Карловка перешла под их полный огневой контроль. Через два дня из-за риска окружения отошла тяжелая артиллерия вооруженных сил Украины. 26-28 августа из-за падения обороны у Калийного, Птичьего и Мемрика россияне зашли в тыл с западной стороны и вошли в Галициновку. Бойцы рассказали, что возле Галициновки россияне заняли часть окопов, которые вообще никто не оборонял, потому что не хватало людей. Из-за всех этих событий 11-я бригада понесла тяжелые потери и вынуждена была отойти. Ну и также тут проводятся определенные параллели, аналоги с Очеретином, мол, ничего не научила. Смотрите, да. То есть повторилось, в сложных ситуациях, когда не хватает ресурсов, средств, к сожалению, такого рода ошибки могут повторяться, и мы видим, что это происходит. Ну, во-первых, по месту там виднее, каким образом туда заводятся резервы малочисленные, мы обговаривали, где-то снимают и туда бросают. Надо поддерживать это все, значит, средствами поражения. Ну, а в принципе, для того, чтобы знать правду, а что же происходит, потому что сам себе, у себя есть ошибки, докладывать все время, что я их преодолевал, значит, а тут, ну и так далее. Значит, надо менять ситуацию в принципе, да, чтобы не допускать такого рода ошибки. Кроме известной позиции наращивать свой потенциал и возможности, понятное дело, надо еще, чтобы у верховного главнокомандования военно-политического, в частности, в Ставке, еще раз подчеркиваю, была группа представителей Ставки. Это надо срочно формировать такую структуру при Ставке, которая могла работать во всех составляющих сил обороны Украины. Это касается не только сухопутных войск, где тяжело и повторяется, это касается проблем, которые возникают между видами, родами войск, и всех составляющих, потому что это, вот эта работа людей этих и этой группы будет обеспечивать обратную связь военно-политическому руководству, верхнего стратегического уровня с тем, что на самом деле происходит. Это достаточно известный прием во Вторую мировую войну, значит, Ставка была и в вооруженных силах Советского Союза, и много, значит, исторических, и каким образом она работала, и потом представительство этой Ставки. Жуков не мой герой, как говорится, но там кроме Жукова работали, и в очень сложных ситуациях, когда надо было принимать решение, они направлялись и прямо оттуда Сталину по телефонам докладывали истинную ситуацию, то есть не самих исполнителей, а в том, как это видно со стороны. Это очень важно в таком, и за два с половиной года, ну, можно сделать выводы. В свое время я возглавлял группу от Генерального штаба с военно-науковым управлением. Генерального штаба мы разработали доконодательную базу для Ставки. Она сейчас работает, были противники, преодолели. Я думаю, что это показывает, что правильно делали, целесообразность этого. А теперь это надо усовершенствовать, надо реагировать на ту ситуацию, которая складывается. И поэтому, вот с точки зрения еще изменений в управлении, в стратегическом управлении, надо проделать эту работу. В разрезе нашего рассмотрения ситуации, которая складывается на Покровском направлении, следует также сказать о том, что Россия ведет наступление на Селидово. Стратегически наиболее угрожающая ситуация складывается для вооруженных сил Украины именно в этом районе. От этого населенного пункта открывается дорога на юго-запад, в обход с тыла всей территории, всей второй, простите, линии обороны ВСУ к западу от Донецка, которая опирается на Украинск, Горняк и Курахово. После быстрого падения Новогродовки, украинское командование, видимо, осознало эту угрозу, поэтому на оборону Селидово были переброшены резервы. Уже несколько дней идут ожесточенные бои, в ходе которых российские войска взяли часть города на востоке, и теперь они ведут бои за захват центра. Вывод следующий. Российская армия начинает охват города как с юга, так и с севера, пытаясь взять его в клещи. Это известные приемы. Здесь ничего нового. Когда у них есть силы и средства, когда они владеют стратегической инициативой, нам удалось на какое-то время поотвлекать, и то не основные силы, например, с этих направлений в перспективность. Здесь они не уменьшают. Единственное, средства, которые планировали добавлять в Покровск, они перебрасывают, в том числе, на Курск. Это те, которые недопоставлены. А те, которые ведут боевые действия, задача им не снимается, поскольку у них происходят вот эти действия наступательные. То есть они хотят нарастить усилия наступательные и захватить как можно больше территории. К сожалению, в продвижении им дальше это удается. Поэтому тактические приемы известные. Наступает во фронт какой-то очаг сопротивления, обходят флангами, опять-таки встречают что-то, наносят удары кабами, артиллериями и так далее. Ломают эту оборону и потом малыми группами или группами, которые по ситуации. Вот все время спрашивают, а как эффективны малыми или большими и так далее. Для одной тактической ситуации, которая складывается конкретно, значит, командиры должны быть нижнего звена, они на месте определять, чем действовать эффективно, какую надо иметь поддержку. Если есть возможность в этой поддержке, это реализуется, а у них такие возможности есть. И тогда происходит то, что происходит, они двигаются, к сожалению, дальше. Вот такая картина. То есть силы пока у них есть. Поэтому тут, ну, понятно, что надо показывать, сколько там их уничтожено и все, что делается в этом плане. Но сейчас надо сосредотачиваться на том, каким образом этому противостоять, каким образом останавливать их наступательные действия. Ну, вот те соображения на этот счет я вам уже и сложил. На Торецком направлении российские войска захватили населенный пункт Дружба, а также продолжаются интенсивные бои на окраинах самого Торецка. Вооруженные силы России обеспечивают себе фланг для дальнейшего штурма Торецка, которые теперь могут попытаться охватить с севера через пригородные села Крымская и Дачная, после чего украинским войскам оборонять город станет намного труднее. Да, и там еще ситуация на юге. Нью-Йорк, вот они же там не совсем обошли с севера, Новолипецкое, по-моему. Значит, если вообще посмотреть оригинальное, то есть они с севера, в круг, а в середине находятся наши, как бы, войска по карте, Дип-стейт. И если это так, то это вообще очень непростая ситуация. То есть, к сожалению, усугубляется. И ситуации здесь надо, ну вот, надо предпринимать эти меры, о которых говорится, потому что, значит, если войска работают в пожарном режиме, это говорит о системной слабости. А эту ситуацию надо менять. Ну, менять свои соображения на этот счет, конечно, проще нам в спокойной относительной обстановке. В Киеве тоже, как бы, не совсем спокойно, но все-таки обсуждать эти варианты, а выполнять это все там на месте ведения боевых действий, это, конечно, все гораздо сложнее. Вместе с тем сил и профессионализм нашим оборонцам, чтобы все-таки преодолевать эту ситуацию. Говоря о перспективах, о дальнейшем возможном ходе войны, британское издание The Times пишет о том, что весной 2025 года Россия может начать наступление на Днепропетровскую область. Ни одна из сторон конфликта не ожидает решения на поле боя в текущем году. Но обе играют за большой толчок в наземной войне 2025 года. А также The Times пишет, что Покровский Часовьяр нужны России как плацдармы для масштабного наступления на другие регионы Украины. Да, если ситуация будет развиваться в том русле, о котором мы говорили, то для них, к сожалению, открывается такого рода перспектива. Может быть, по силам и времени не конец этого года, а вот с сохранением таких подходов может быть начало следующего года. Это я придерживаюсь такой же точки зрения. Марьяна Безугла написала, что Запорожье и Днепр могут начать бомбить так же, как и Харьков, при условии, что этой осенью будет реализован инерционный сценарий. Кого защищают Соединенные Штаты Америки? Такой вопрос от нее прозвучал. Нас или Россию, почему они не разрешают использовать... Оружие по российской территории? Да, это вопрос достаточно сложный над Харьковом. И мы это обсуждали, если, в общем-то, противодействует надо систему отдельную, такую экспериментальную обороны с воздуха. Для этого необходимы средства, которые в чем-то обещали союзники, пока не очень идет поставки. В этих возможностях инструментария для того, чтобы реализовывать. И если и в воздухе здесь ситуация не поменяется к лучшему, то угроза такого рода на этих направлениях и по этим городам может действительно увеличиваться. Дорогие друзья, военный эксперт, генерал, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, основатели благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко был вместе с нами на Политеке. Игорь Александрович, спасибо вам за содержательный эфир, благодарность нашей аудитории, спасибо нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Если не подписаны на Политеку, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, но и самое главное это берегите себя. Всего доброго, услышимся, увидимся. До свидания.